Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале Adam's Channel. Сегодня мы с вами поговорим о лидийском ладе. Итак, давайте посмотрим, что говорит нам Википедия о лидийском ладе. Лидийский лад – это один из натуральных ладов. Был широко распространен в античности и средневековье. Назван в соответствии с именем исторического региона, соседствовавшего с Древней Грецией, Лидией. Откуда, вероятно, он и происходил. Ну, дальше, если вам интересно, вы можете сами почитать. Мы же сегодня коснемся других вопросов, а именно, как построить лидийский лад, какие есть способы построения лидийского лада, какие аккорды строятся в лидийском ладу, что такое лидийский аккорд, как его использовать. И услышим разные импровизации в лидийском ладу, а также посмотрим, где используется этот лидийский лад на примерах, то есть на музыкальных примерах. Ну что ж, давайте начнем. Лидийский лад – это один из видов натуральных диатонических ладок, где можно увидеть на фортепианной клавиатуре лидийский лад. Смотрите, друзья, если мы возьмем ноту фа и будем перебирать все белые клавищи, которые последуют за нотой фа, вверх или вниз, от ноты фа к ноте фа, или наоборот, мы таким образом услышим лидийский лад. Это самое простое, как можно увидеть и услышать лидийский лад на клавиатуре. То есть берем от ноты фа, строим вверх или вниз по белым клавищам, исключительно по белым клавищам получаем фа лидийский. Но, конечно же, это не означает, что лидийский лад можно построить только от ноты фа. Конечно же, нет. Его можно построить от любой ноты, абсолютно от любой ноты. И как вы это узнаете? Смотрите дальше. Вот так своеобразно, интересно звучит, в отличие от других ладов, тех же мажоров и миноров. Значит, этот лад, так как он имеет в себе в начале большую терцию, то этот лад принято называть мажорным. Друзья, как можно охарактеризовать звучание лидийского лада? Давайте еще раз послушаем. Дело в том, что у меня нету ниди-клавиатуры, поэтому мне приходится все это показывать на обычной клавиатуре с помощью мышки. Значит, вот послушайте еще раз. Чувствуете, некая загадочность, сказочность, какая-то волшебность есть, да, вот в этом звучании. А знаете, благодаря чему это происходит? Благодаря вот этим четырем нотам. О, знакомо, да? Здесь у нас, обратите внимание, три тона, которые идут друг за другом. Нигде, ни в одном другом ладу нету такого, как в лидийском. А вот если мы продолжим, например, идти только по тонам, Это часто используется в каких-то мультиках, анимационных картинах, фильмах, чтобы показать некую, значит, волшебную суть, сущность героев, событий или каких-то локаций и так далее. То есть вот благодаря вот этому тетрахорду, который состоит из трех тонов, мы получаем вот это загадочное, сказочное звучание. Таким образом, можно лидийский лад охарактеризовать как мажорный, светлый, воздушный, сказочный, волшебный. Пишите в комментариях, как вы чувствуете, как вы можете охарактеризовать этот лад. Напишите в комментариях. Идем дальше. Следующее. Лидийский лад также можно построить от четвертой ступени натурального мажора. То есть мы берем любой натуральный мажор, ну, например, до мажора, вот, находим его четвертую ступень, в данном случае, это у нас нота фа, и последующие ноты, которые пойдут в этом же ладу, да, в до мажоре, но уже от ноты фа, и будут, собственно, нашим лидийским ладом. Вот, давайте посмотрим, что у нас получилось. А что если нам нужно построить лидийский лад, например, от другой ноты, например, от ноты до? Что же делать в этом случае? Ну, здесь можно пойти разными путями. Один из самых простых способов, это взять обычную до мажор гамму. Высоко давайте спустимся на октаву вниз. То есть мы берем обычный натуральный мажор, от ноты до, да, и смотрите, что мы делаем. Мы берем и его четвертую ступень, в данном случае это у нас нота фа, мы ее повышаем на полутон. И таким образом мы получаем лидийский лад. Давайте посмотрим. Уже что-то знакомое, да? То есть если мы возьмем и переставим теперь вот этот вот звукоряд на ноту фа и прослушаем, видите, все белые клавиши. То есть, если мы повышаем четвертую ступень в натуральном мажоре, мы получаем лидийский лад. Но здесь нужно говорить, смотрите, лидийский лад – это натуральный мажор с высокой четвертой ступенью. Обратите внимание, не повышенной, хоть мы и повышаем-то на самом деле, да, но мы будем говорить по-другому. С высокой, потому что сама эта ступень, она не повышена, а она в этом ладу является высокой ступенью. Понимаете, да? Поэтому мы называем натуральный мажор с высокой четвертой ступенью лидийским ладом. То есть, по этому принципу можно построить лидийский лад от любой ноты. Давайте возьмем от ноты ля. Для начала нам нужно построить обычный ля мажор. Давайте его сделаем. Вот, это обычный ля мажор натуральный. А теперь берем четвертую ступень и повышаем на полутон. Ой, не туда, сори. Вот так. И снова лидийский лад. Давайте себя проверим. Все белые клавиши от ноты фа. Вот такая простая формула. То есть, берем и четвертую ступень, повышаем в натуральном мажоре, получаем лидийский лад. Ну и, конечно же, есть еще один способ построения лидийского лада. Это просто запомнить чередование тонов и полутонов между ступенями ряда. Давайте посмотрим, что у нас получается. Итак, я построил лидийский лад от ноты до. И давайте рассмотрим, какие же интервалы у нас получились. До и ре у нас интервал тон. Ре и ми интервал снова тон. Ми и фа диез снова тон. То есть, у нас три тона друг за другом идут. И затем у нас идет от ноты фа диез к соль полутон, от ноты соль к ля тон, и от ноты ля к си снова тон. Вот это чередование тонов и полутонов. Тон, 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 полутон, тон, тон. Есть чередование тонов и полутонов лидийского лада. Какие аккорды строятся в лидийском ладу? Начнем с трезвучий. Итак, на первой ступени у нас образуется мажорное трезвучие. На второй ступени также образуется мажорное трезвучие. На третьей ступени у нас образуется минорное трезвучие. На четвертой ступени у нас образуется, обратите внимание, уменьшенное трезвучие. Далее на пятой ступени у нас образуется мажор или мажорное трезвучие. На седьмой снова минор. Давайте прослушаем, как звучат эти аккорды. Итак, первая ступень, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая. Теперь, если мы на октаву вниз возьмем органный пункт. А, давайте вот так сделаем. Вот так. Значит, то есть не меняющийся бас, не меняющийся бас. В таком случае мы вот явно услышим вот звучание фонизм лидийского лада. Вот послушайте. Загадочно, мистично, фантастично, как-то сказочно. Вот чередование этих двух ступеней. Первой и второй. Где у нас в натуральных ладах есть такое вот чередование, когда друг за другом идут на первой ступени, на второй ступени идут мажорные аккорды. Нигде, кроме как в лидийском ладу. И вот эта особенность характеризует лидийский лад. Именно вот здесь у нас четвертая ступень, она высокая. Вот она, четвертая ступень, высокая. И благодаря этой четвертой ступени у нас здесь образовался мажорный аккорд. Так как на второй ступени, то есть от второй ступени, трезвучие будет идти по следующим ступеням. Два, четыре, шесть. И вот как раз четыре у нас высокая ступень, мы получаем мажорный аккорд. Значит, на первой ступени у нас мажор. На второй ступени снова мажор. Где у нас еще мажор? Пятая. На пятой ступени. То есть три аккорда. Первая, вторая и пятая ступень. Мажорный аккорд. Далее на третьей ступени минор. На шестой ступени минор. И на седьмой ступени снова минор. Итак, третья, шестая, седьмая ступень минорные. И у нас остается одна ступень. Это четвертая ступень. Где образуется уменьшенное трезвучие. Теперь давайте рассмотрим септаккорды в лидийском ладу. Так, дорогие друзья, чтобы не рисовать заново эти ноты, я просто уже добавил септиму к нашему трезвучию и получил септаккорд. Давайте же посмотрим, какие септаккорды получились. Так, на первой ступени у нас образуется большой мажорный септаккорд. Или М7. Большая М7. М8. Вторая ступень у нас малый мажорный или доминантовый септаккорд. Третья ступень. Малый минорный септаккорд. Четвертая ступень. Полууменьшенный или малый уменьшенный. Half diminished на английском. Пятая ступень. Снова большой мажорный септаккорд или мейдж. Шестая ступень. Малый минорный. М7. Малая М7. И седьмая ступень. Снова малый минорный. Довольно красиво звучит. Какие у нас аккорды образовались? Давайте посмотрим. Значит, на первой ступени у нас большой мажорный септ. И также большой мажорный септ у нас образуется на пятой ступени. То есть два больших мажорных септа. Далее. На третьей ступени, шестой и седьмой, у нас образуются малые минорные септ-аккорды. То есть три малых минорных септ-аккорда. На второй ступени доминантовый септ-аккорд или малый мажорный. И один полууменьшенный. Или М7 бемоль 5 или М7 минус 5. Вот, собственно, у нас получились такие септ-аккорды в лидийском ладу. Друзья, теперь поговорим о том, что такое лидийский аккорд. Наверняка вы слышали такое понятие лидийский аккорд. Лидийский аккорд это, по сути, любой мажорный аккорд. Мажорное трезвучие, мажорный септ-аккорд, нон-аккорд и так далее. То есть любой мажорный аккорд, в котором присутствует, четвертая высокая ступень. Вот такой аккорд будет называться лидийским аккордом. И данный аккорд с надстройками, то есть с добавочными ступенями, тоже будет нести лидийский оттенок и также будет называться лидийским аккордом. Почему бы нет? Заметно, да? Звучание вот этой вот нотки, фа диез. Заметим вот здесь три тонны между до и фа диезом. Это у нас получается увеличенная кварта, до и фа диез. Но в практике этот аккорд используется немного иначе. А именно, убираем квинту. Квинтовый тон убираем, так как в приме, то есть в первом звуке аккорда, в приме у нас уже присутствует обертон квинты. Чтобы не перегружать звучание этого аккорда, мы убираем квинту, так как его обертон уже присутствует в приме, и получаем вот такой странный аккорд. И он будет называться лидийским аккордом. Следующий вид лидийского аккорда, как его часто используют в практике, это мы берем обычный до-мажорный септоаккорд, то есть большой мажорный септоаккорд, и добавляем к нему одиннадцатую ступень. Так как одиннадцатая ступень это та же самая четвертая ступень, которая на октаву выше находится, вот мы, собственно, и получаем вот этот аккорд. Он пишется как С-мейдж-7 диез 11, то есть с повышенной одиннадцатой ступенью, обязательно, обязательно с повышенной одиннадцатой ступенью. Или же это просто С, в данном случае С, так как у нас до, до 11 с пропущенной нонной. Вот этот аккорд тоже будет называться лидийским аккордом. То есть и вот этот аккорд лидийский, я его убрал, давайте еще раз. То есть и вот этот аккорд лидийский, и вот этот. По сути, они похожи, так как в нем присутствует четвертая высокая ступень. Ну, здесь есть еще также септима. Ну, этот аккорд звучит более полно, скажем. Вот послушайте, как он звучит. Мы слышим, да, на самом верху, вот, заметное такое лидийское звучание. Раз и два. Конечно же, эти аккорды можно выражать в разном виде, то есть можно их обращать как хотите, и вы все равно будете получать лидийские аккорды, если в нем присутствует четвертая высокая ступень. Следующее очень важное. Значит, где можно использовать лидийский лад? То есть в каких случаях его используют? Смотрите. По сути, так как лидийский лад является мажорным ладом, то есть он лад мажорного наклонения, то вы можете взять любой мажорный аккорд, например, да, добавить к нему четвертую ступень и получить тем самым аккорд с лидийским звучанием и использовать любой вот такой лидийский аккорд для замены какого-нибудь другого мажорного аккорда. Вот просто берете и заменяете. Следующее, что можно сделать с лидийским аккордом? Его, например, можно использовать вместо, ну, например, субдоминанта. То есть вы играете тонику, субдоминанту, да, и вот вместо обычной субдоминанта используете, например, вот такую. Друзья, теперь давайте посмотрим, как можно придать вашей музыке лидийский оттенок. То есть как подчеркнуть вот лидийский оттенок вашей музыки. Как вы уже знаете, если мы берем натуральный мажор и повышаем в нем четвертую ступень, мы получаем лидийский лад. Так вот, весь секрет заключается именно в этом. Вы должны акцентировать внимание на четвертой повышенной ступени в мажорном аккорде. Я показываю на примере ду-мажора, чтобы это было наглядно, да. И берем четвертую высокую ступень. Ну, в данном случае у нас получилось одиннадцатая, но это не столь важно, потому что и одиннадцатая, и четвертая ступень это, по сути, те же ступени, просто одиннадцатая ступень это та же четвертая ступень, но на октаву выше. Я уже тем самым вот получил аккорд с лидийским звучанием, да. Вот, четвертая высокая ступень. Так вот, если я буду акцентировать внимание на этой четвертой ступени и при этом не менять тонику, то есть оставаться на тонике этого лада, в данном случае это будет до, то я тем самым буду оставаться в пределах лидийского лада. Ну, давайте посмотрим. Я что-нибудь симпровизирую, посмотрим, что из этого получится. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Итак, дорогие друзья, как видите, лидийский лад используется, лидийский лад используется довольно-таки часто, лидийский лад используется довольно-таки часто, особенно в кинематографической музыке, ее очень часто используют Джон Уильямс, Алан Сильвестри и многие другие композиторы, пишущие для кино. Но также вы услышали и на примере Бетховена, в пятой симфонии, в последней части, в финальной части симфонии также присутствует оттенок лидийского лада. И, конечно же, друзья, вы должны понимать, что лидийский лад не используется на протяжении всего произведения. Это могут быть буквально какие-то эпизоды, такты. И композиторы могут просто варьировать, например, натуральный мажор, использовать какое-то время несколько тактов, а потом поменять его на фригийский. Да, можно и любой там лад. И фригийский, и лидийский, и лакрийский, и так далее. То есть вы должны понимать, что лады используются буквально в эпизодах, музыкальных эпизодах. А, конечно же, можно писать музыку и только в пределах одного лада, например, того же лидийского лада. В таком случае вы будете писать чисто модальную музыку. То есть у вас будет только лидийский лад. Как я уже сказал, можно варьировать ладами. Можно использовать, например, параллельные лады лидийскому параллельный лад. Это дарийский лад. То есть вы можете для минора использовать дарийский лад, для мажора использовать лидийский лад. Кстати, у меня есть видео про дарийский лад. Рекомендую вам также посмотреть. Там я тоже рассматриваю трезвучие септоаккорды, гармонизацию, использование дарийского лада. И многое другое. Обязательно посмотрите. Ну что ж, я, в принципе, на этом хочу завершить сегодняшнее видео, друзья. Я это видео делал несколько дней. Это вот вы посмотрели буквально на протяжении 20 минут или больше. А мне пришлось потратить на это несколько дней. Я надеюсь, что вы по достоинству оцените мой труд. Для этого вы можете поставить лайк, написать комментарий, подписаться на канал. Это будет ваша благодарность мне. Вот. Ну, в принципе, на этом все. Большое всем спасибо за просмотр. Пишите комментарии. И увидимся. До новых встреч. До новых встреч. Продолжение следует... Продолжение следует...